Всем большой привет! Я очень рада видеть вас сегодня на моем канале. Закончился очередной месяц, месяц июнь, и пришло время подвести итоги. Если у вас тоже было что-то интересное, неинтересное, или вам просто есть то, чем поделиться с нами, то, пожалуйста, делайте это в комментариях, обязательно это обсудим. Ну а для меня месяц июнь это особенный месяц, потому что каждый год июнь приносит мне плюс один год. Начну, наверное, с того, что хочу поблагодарить вас всех за поздравления, которые я получила 6 числа. Это невероятно приятно, это невероятно важно, когда ты, в принципе, вроде бы обычный человек, и тебя знает не так много людей, но они тебя все поздравляют в различных мессенджерах, в соцсетях, и все, что еще с этим связано, это очень приятно. Особенно это приятно от тех людей, с которыми ты знаком заочно, либо здесь, либо где-то в Инстаграм, либо еще в каких-то соцсетях, и они тебя поздравляют. Мне кажется, что это очень ценно, это мотивирует, это заставляет тебя любить людей и мир еще больше, радоваться всему тому, что с тобой происходит. Я очень вам благодарна, я получила огромное количество сообщений, я, конечно же, безусловно, все их видела, все их читала, возможно, я не на все ответила, но, по-моему, я потом выложила какой-то еще короткий пост с огромной, 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 огромной благодарностью вам всем. Это очень волнительный такой момент, потому что, блин, каждое видео, каждый месяц, как только я придумала то, что я буду снимать вот эти какие-то месячные отчеты, я каждый месяц начинаю рыдать. Окей, все хорошо, спасибо большое, я вам очень благодарна, что вы есть, и я хочу, чтобы вы знали, хотя я это говорила уже неоднократно, что если бы не ваша поддержка, если бы не ваши теплые приятные слова в мой адрес, если бы не ваши комплименты, то точно не было бы меня такой, какая я есть. Спасибо вам большое, что вы заставляете меня быть лучше, что вы заставляете меня развиваться и чувствовать себя намного комфортнее, чем это могло бы быть без вас. Спасибо большое. Ну, продолжим мы не днем рождения, не подарками, хотя я, конечно, их, безусловно, покажу. Начну просто с того, как проходил июнь и вообще, что в нем было. Во-первых, давайте сразу начну с маникюра. Я в июне месяце попробовала две различные марки. Если до этого я практически всегда, ну, за исключением каких-то предыдущих лет, был C&D, да, по-моему, так этот бренд называется, то в последние годы уже достаточно долго я сижу на шелаке, я делаю OPI, OPI на мне сидит очень хорошо, без каких-либо проблем. Я могу ходить, хожу я три недели, в общем-то, для того, чтобы он просто был всегда красивым и качественным, но были времена, когда я ходила и 4, и 5 недель, и с ним вообще все было хорошо. Поэтому OPI марка, которая идеально мне подходит, и у меня нет с ней вообще никаких проблем, никуда ничего не отваливается, ничего. Но есть марка Essie, в которой, в палитре которой достаточно большое количество нюдовых оттенков и большое количество красивых оттенков, которых, к сожалению, нет в OPI. Поэтому в начале месяца я попробовала Essie, хотя иногда у меня почему-то закрадывается мысль, что я уже пробовала Essie. Ну да ладно, скажем так, что я впервые попробовала Essie, хороши они по нанесению, хороши они достаточно были в носке, у меня был очень красивый оттенок, который вам понравился и мне безумно нравился. Не знаю, найду ли я фотографию, но это такой, знаете, виноградный какой-то, ну вот я их называю какой-то виноградный такой оттенок, очень красивый, благородный, красиво держался, точнее, красиво смотрелся, долго держался, и все с ним было просто великолепно. И вторую марку, которую я попробовала, сейчас она, а нет, сейчас это уже OPI, это уже третий мой маникюр, да, окей, отмотаем немножечко назад, и еще один маникюр, что-то я часто в июне, по-моему, делала как-то маникюр, ну да ладно. А, наверное, Essie было где-то в конце мая, наверное, как-то вот так, 12-го, по-моему, июня, я как раз-таки была на очередном маникюре, и попробовала я марку, как она называется, Beautix, да, по-моему, называется она Beautix, да, называется она Beautix, выкладывала в Инстаграм, у нас в салоне появилась вот эта новая марка, хотя девчонки мне писали, что они с ней знакомы, любят и, как бы, в принципе, довольны. Значит, там такая особенность у этого Beautix, я так понимаю, что сейчас он начнет заполнять, наверное, салоны, ну, Москвы, по крайней мере, однозначно. У него каучуковая база, что дает лучшее скрепление, затем, естественно, сам цвет, тоже палитра очень интересная и очень большой разбег розовых оттенков, а мне как раз, я прям шла с ощущением того, что я хочу что-нибудь такое нюдовое, пудровое, фотографии обязательно найду здесь, повешу, потому что в Инстаграм я выкладывала вот этот такой очень красивый какой-то такой оттенок, который прям, ну, ми-ми-ми, потрясающий. И закрепляющая база, точнее, закрепляющий топ у них какой-то, по-моему, алмазный, который придает потрясающий блеск и тоже дает вот это вот скрепление. Что могу сказать? Честно говоря, мне не очень понравился. По нанесению все было замечательно, по носке, в принципе, тоже более или менее, но буквально через дней 10, что я, в принципе, никогда не замечаю, я начала замечать, что с боков были какие-то, как будто он стал чуть-чуть приподниматься. Но на этом, в принципе, все и закончилось. Три недели я отходила благополучно, ничего у меня нигде не слетело, чуть-чуть там стерся какой-то ноготь, не знаю, что я им так особенно делала. Но, в принципе, все выглядело достаточно хорошо. Но вот то, что с боков сразу как-то начали какие-то поднятия, мне вот это вот не очень понравилось. Не знаю, буду ли я повторять или нет. В этот раз буквально вот когда-то тут на днях, не знаю, выкладывала я или нет, наверное, нет. Я сделала новый маникюр. Это опять же опять опиай. Я очень соскучилась по красному оттенку. У меня очень давно не было красных ногтей. Поэтому я прям пришла и сказала, Юля, я хочу красный. Она говорит, я тоже прям так соскучилась по красному. Поэтому я теперь прям вот очень-очень довольна. Красные оттенки у опиай одни из самых потрясающих. Они и наносятся хорошо, и держатся здорово. И их много разных. Потеплей, покрасней, более оранжевый, более какой-то темный, более светлый. У меня, по-моему, достаточно классический. Люблю я все-таки красные ногти. Вот с ними как-то ты чувствуешь себя по-другому. Какой-то прям леди, что ли, не знаю. Какие вы оттенки предпочитаете на ногтях? Расскажите мне, пожалуйста. Светлые, разные, каждый раз делая маникюр, меняете? Или бывает, что подсядете на один оттенок и сидите на нем? У меня, кстати, в прошлом летом была подобная история, когда у опиай вышел такой, знаете, помните, такой молочно-желтоватый, слегка даже с какой-то такой салатовой нотой лак. И вот я его делала, по-моему, два или три раза подряд. Я не могла отказаться, потому что, ну, так красиво он смотрелся на моих ногтях. Я с ним поехала в отпуск, и потом его все делала и делала, потому что прям, ну, очень как-то элегантно. Поэтому, да, вот я люблю менять, каждый раз почти люблю менять, но периодически забываю о каких-то оттенках, потом по ним скучаю, но потом возвращаюсь. Расскажите мне вы, как любите. Следующий пункт – это будет кино. В июне я посмотрела, ну, если не считать фильмов, которые я посмотрела по компьютеру, хотя даже не помню, смотрела ли я вообще что-то или нет, но, наверное, даже если смотрела, ничего не запало в душу. Ну, а в кинотеатр я сходила один раз, и посмотрела я «Мумию» с Том Крузом. Написала небольшой пост в Инстаграм, на что сказала, что мне очень понравилось. Мне действительно понравился этот фильм. Мы, как всегда, сидели на первом ряду. Не знаю, говорила я когда-то об этом или нет. У нас тут спор такой недавно был с коллегами о том, кто где любит сидеть в кинотеатре. Очень многие любят почему-то сидеть сзади. Лично мы очень любим сидеть на самом первом ряду, потому что у меня ощущение от того, когда ты сидишь на первом ряду, полное такое, знаете, погружение в кино. И ничего тебя не отвлекает. Хотя очень многие говорят о том, что когда ты сидишь очень близко, у тебя какая-то расфокусировка, ты не видишь ничего. У меня ничего подобного не приключается. Я вот прям нахожусь внутри, мне хорошо слышно, все видно. И ничего, никакие головы впереди не сидят. Хотя сейчас, конечно, понятно, да, кинотеатры немножко другие. Но все равно, когда ты сидишь высоко, ты же все равно видишь, что перед тобой есть какое-то пространство и люди, которые... Разное поведение у них бывает во время просмотра. Мы всегда сидим на первом ряду и наслаждаемся жизнью и просмотрим кино. Мумия мне очень понравилась. Том Круз. Я, наверное, уже как-то говорила о том, что я Тома Круза, как бы как мы женщины, да, обычно воспринимаем актеров, певцов, ну, кто там еще бывает. Мы их воспринимаем, естественно, как мужчину и дальше уже, например, как актера или какую-то личность. Ну, условно говоря, личность, потому что мы, конечно, лично с ними не знакомы. Вот так для меня Том Круз – это такая, знаете, такой симбиоз противоположности. Я не воспринимаю его как мужчину, то есть он для меня, ну, вот как бы такая не моя энергетика, скажем так, но зато я обожаю его как актера. Я люблю все с ним фильмы. Мне кажется, что все, что я с ним смотрела, всегда в точку, и я ему верю. Вот реально я ему верю. Здесь была точно такая же ситуация, но здесь еще получилось так, как я написала Юлечке в Инстаграм, о том, что я никогда не смотрела, оказывается, «Мумии» несколько, ну, я, конечно, слышала, но как-то никогда не заморачивалась на эту тему. Я никогда не смотрела ни одну «Мумию», не знаю, сколько их, один, два, три, там, сколько частей. Меня никогда не интересовала эта тема, и я пошла на этот фильм только потому, что там был, естественно, Том Круз. Фильм динамичный, такой очень яркий, быстрый, Том Круз там потрясающий, там есть юмор, Том Круз с юмором – это еще более интересно. Красивая картинка, громко, то есть, такие есть различные спецэффекты. Ну, и опять же, возвращаясь к тому, что Том Круз в каждом своем фильме при сколько ему, 50-50 копейками, уже выполняет все трюки, ну, почти все, наверное, трюки самостоятельно, это, конечно же, заслуживает огромного, огромного уважения и респект ему, поэтому, да, Том Круз потрясающий, ему мне тоже понравилось, и, скорее всего, честно вам скажу, если вы не смотрели, продолжению быть. Дальше поехали. Дальше пройдемся чуть-чуть по косметическим магазинам и тем случаям, которые в них периодически случаются. Хочу вам рассказать ситуацию, которая со мной произошла в один и тот же день в двух наших сетевых магазинах. Это Литуаль и Ревгош. Речь пойдет о непрофессиональных консультантах. Я достаточно, наверное, часто с ними встречаюсь, но очень часто я не обращаю на них внимания. В тот день, наверное, ПМС меня поглотил, и поэтому я так остро это восприняла, что на своем листочке записала не профконсультанты Литуаль и Ревгош. Да. Я пришла, не знаю, честно говоря, сейчас уже даже не помню, что именно я хотела. Я хотела что-то попробовать и что-то купить. Значит, я поднялась сначала в Литуаль, что-то понюхала, что-то посмотрела, попробовала какие-то помады. А, да, кстати, я попробовала помады от, новые, от Estee Lauder. Достаточно большая у них палитра. Они очень в красивом оформлении. Они такие очень мягкие, кремовые, сатиновые, очень легко наносятся. Не пробовала на губах, только на руке. Такие прям разные у них, кстати говоря, есть текстуры, много оттенков, но, к сожалению, для себя ничего не выбрала, потому что один оттенок, который мне понравился, он таких много, а все остальное, либо какое-то было очень яркое, либо, ну, просто не в настроении. Поэтому для себя ничего не выбрала, но на них можно обратить свое внимание. Ну, так вот, по поводу консультантов. Значит, хожу я в этом магазине, никто ко мне не подходит. Да ко мне и не надо, в принципе, подходить. Как бы здесь даже не в этом тема. Потом я посмотрела что-то в Shiseido и обернулась, как бы от Shiseido и большой достаточно такой стенд, как это называется, Дочи Габбана. Я вспомнила о том, что я пробовала в свое время у Дочи Габбана тональную основу, которая лифт, и подумала, что можешь мне попробовать ее прикупить, этот тон, этот тон, потому что вроде тогда мне понравился, как-то так был не мой оттенок, когда я пробовала, но, в общем-то, по-моему, было что-то неплохо. И база, насколько я помню, у них тоже очень неплохая. Я подумала, что, наверное, надо мне обратить свой взор на Дочи Габбана и прикупить себе базу с тоном. Я встала около Дочи Габбана, начала там что-то рыться, буквально подходит ко мне девушка. Значит, сам смысл, значит, суть всей истории состоит в том, что девушка подходит ко мне и говорит, вам подсказать? Я говорю, да, мне подсказать. Я хочу тон Дочи Габбана лифт. Она окей, она его достает. Я говорю, что я достаточно светлая, поэтому, если у них светлый оттенок, потому что я ей говорю, то, что я пробовала до этого, мне был оттенок темный, какой-то желтый, есть ли у них какие-то оттенки на розовой базе. На что девушка-консультант говорит мне о том, что у них вообще, вы знаете, все оттенки на розовой базе. Я говорю, ой, ну отлично, иначе я какой-то неудачный пробовала, давайте. Значит, она достает какой-то там флакон. Ну, глядя на меня, понятно, что вряд ли мне подойдет какая-то трешка, четверка, или как там у них считается. Она достает какой-то оттенок, значит, выжимает себе, выжимает себе, я говорю, уже давайте выжмем мне. Значит, выжили мне, я его начинаю разносить, понимая, что это желтое и темно, я говорю, нет, барышня, это, говорю, желтое и темно, я говорю, давайте что-нибудь посветлее и розовое. Она, а это разве не розовое? Ну, как бы, разве не розовое? Берем следующий оттенок, второй, значит, какой-то там, не знаю какие номера, ну, просто, да, вот какой-то следующий, опять не оно, берем, я говорю, давайте еще уже посветлее, но уже надеть мне что-нибудь розовое. Она говорит, ну, тот тоже был розовый, он называется там типа Beige Rose. Я говорю, знаете, очень странный Beige Rose, давайте что-нибудь еще. Она достает еще один, опять, опять какой-то желтый, опять какой-то абсолютно не розовый, да, опять какой-то темный. Я говорю, слушайте, Я говорю, а у них есть вообще светлые оттенки, чтобы он мог подойти моей коже? Она говорит, ну вот этот, я говорю, этот не подходит. Она говорит, ой, я вам сейчас скажу, как надо правильно делать. Я говорю, ой, да, я говорю, ну давайте, расскажите мне, как правильно делать. Она меня ведет в сторону куда-то кассы, достает где-то из-под кассы, значит, тестер базы белой и какой-то переливающийся, как-то она, люми, ля-ля, от Лориаль. Она, значит, выжимает тональный крем Дочи Габбана, она выжимает туда базу, вот эту белую от Лориаль, начинает это смешивать и говорит, вот, вот то, что вам нужно. Ну, я как бы стою и понимаю, что, ну я вообще полная дура. Как же я раньше вообще не подумала о том, что мне нужно купить темный тональный крем от Дочи Габбана, там за 5000 рублей, купить к нему базу от Лориаль, не знаю, сколько она стоит смешивать это, и будет мне счастье. Я ей говорю, девушка, ну вы вообще понимаете, о чем вы говорите? Я говорю, зачем мне под тон Дочи Габбана, хотя я хочу купить базу у Дочи Габбана вообще-то. Зачем мне под тон Дочи Габбана нужна база Лориаль, чтобы это смешить? Я говорю, вы что, не можете мне найти подходящий оттенок? Она говорит, нет, мы с вами не найдем подходящий оттенок, лучше всего, вот если вы будете смешивать, и тогда это будет идеальная история. Ну, на что я сказала, что как бы да, спасибо вам огромное, вы сделали продажу Дочи Габбана, хотя могли бы сейчас поиметь, наверное, как минимум 1700 за два продукта от Дочи Габбана, ну как бы окей, не хотите, я пошла. На этом заканчивается история в Лориаль, я вот вся вот в таком состоянии от этого тупизма просто полнейшего от барышни, барышни, спускаюсь вниз в Ривгош, захожу, а у меня есть такой виш-лист, в котором есть тональный средство, который я хочу попробовать и, возможно, в будущем приобрести. Значит, я иду в Ривгош, спускаюсь вниз, там сразу стоит корабль Диора, у Диора как раз есть Каптюр Тоталь, который я хочу попробовать, который мне все еще никак не удастся, точнее, я его попробовала здесь, но мне нужно, чтобы кто-то его выжил, но таких людей, видимо, в Ривгош не существует, и в Литуаль это только делается, видимо, в МАК. Захожу, встаю, причем у меня уже какая-то покупка из какого-то другого магазина шмоточного, то есть я такая вся в мешках, выжимаю себе Каптюр Тоталь, начинаю, по-моему, так вот, да, называется, Каптюр, по-моему, называется, начинаю его пробовать, понимаю, что, да, 20-й, наверное, мне темноват, моя все-таки по-прежнему десятка, ну, и как бы сама с собой там что-то говорю, про себя говорю, ну, что да, какая приятная консистенция, все хорошо, и тут молодой человек, который стоял возле меня где-то слева, ну, я не знаю, стоял ли он всю дорогу или просто когда-то он там подошел, вот, жаль, я не записала фразу, с которой он ко мне обратился, он ко мне обратился с такой фразой, типа, не то, что могу ли я вам чем-то помочь, а, условно говоря, и, конечно, это было не так, я сейчас сутрирую, но, условно говоря, это было в таком формате, эй-эй-эй, тебе помочь, ну, то есть, вот как-то так, причем с каким-то таким словом, которое при отказе с моей стороны тоже прозвучало это слово, и типа, не помочь, ну, то есть, прям, я достаточно жестко, так и грубо ответила, я иногда могу так делать, когда люди позволяют себе какие-то такие вещи, которые неприемлемы в отношении клиента. Я пошла дальше, погуляла, буквально там шаг сюда-два обратно, возвращаюсь к, как бы там, Шанель с Диором почти стоят параллельно, я возвращаюсь к Шанель, чтобы посмотреть, там, то ли карандаш я хотела, там, мне в прошлый раз такой зеленый карандаш у них понравился, хотела еще раз его попробовать, думаю, может быть, он не нужен. Подхожу к Шанель, еще не успела, как бы, даже толком ничего сделать, подходит опять этот парень ко мне, и уже, знаете, с таким видом, а не помочь ли вам? То есть, чуть ли не бросился мне в ноги с поклоном, на что я сказала еще раз. Ну, то есть, вот, понимаете, это какой-то бред, ну, реально, ребята, если вы не умеете работать, если вас не научили, если вы не хотите быть консультантами в этих сетевых магазинах, ребят, идите куда-нибудь в другое место, не знаю, идите в ЦУМ, вас там научат работать, идите в ГУМ, идите в бутики, приводите себя в порядок, проходите обучение, я просто знаю, о чем я говорю, у меня был этот опыт очень много лет назад, но я прекрасно знаю, что это такое, идите, приводите себя в порядок, проходите обучение и работайте так, как вы должны работать, потому что мы приходим в магазин, особенно если мы это делаем после работы, особенно после сложной работы, после многочасового мозгового штурма, ребята, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы там расслабились, насладились, да еще и денег вам принесли. Вот почему-то шмоточные магазины тебя оближут с ног до головы, что нельзя сказать о Литуаль и Ревгош, поэтому, ну, какой-то полный провал и прям беда-беда. Расскажите мне, пожалуйста, бывают ли у вас такие казусы с консультантами, как вы вообще выходите из этих ситуаций, жестите или делаете вид, что все хорошо. Ну, если долго и далеко не уходить от косметической темы, сразу вам скажу, что в этом месяце у меня было косметическое открытие, открыла я его с помощью сначала пробника, который мне дали в MAC, потом я получила это средство в подарок на свой день рождения, и мне кажется, что я нашла лучший тональный крем в MAC и хороший тональный крем для себя. Это Pro Longwear, у меня NV20 в оттенке, поэтому, да, по-моему, как-то у меня с тональниками от MAC сложилось. Ну, более подробно вы увидите в покупках, я там все покажу, расскажу, как он смотрится, но на самом деле он прям открыл глаза на мое лицо и как-то прям по-другому, вот реально по-другому. Он, конечно, не на каждый день, он такая история не для обычной жизни, он же все-таки проф, но, блин, как с ним выглядит лицо, это что-то нереальное. А его стойкость, мне кажется, что я в жизни не встречала, чтобы тон держался идеально почти 12 часов. Там на носу что-то можно подправить, а так это что-то, холст какой-то идеальный.